Привет! Буду краток. Слуга народа вместе с оппозиционным блоком вздумали запугать меня уголовным делом. И уже с подачи депутата Александра Ковалева, это тот самый Александр Ковалев, который был уже замечен в посягательстве на свободу слова в Украине, конфликт с журналистом, угроза со стороны Ковалева, потом не очень корректные высказывания в сторону журналистов, которые наше издание опубликовало в смс-переписке Александра Ковалева. Ну и вот теперь Александр Ковалев, который был такой смелый, говорил, что он будет расправляться с журналистами, угрожал, сам же побежал писать заявление. Обратился в правоохранительные органы и вот уже на комитете по свободе слова, который возглавил Шуфрич, первым делом обсудили вопрос, как наказать блогера Всеволода. За информацию, через дому вам публикация векцирована, что до векцинатора Ковалева, где векцинатор, векцинатор, блогера, что он забыл, это цитата, прямая. Призываю Александра покаяться, а также принеси извинения, иначе мы будем вынуждены установить областную связь за семьей и близкими нардепа, для того, чтобы каждый день создавать новое, добытое новости о его жизни. Вибачите, можно я? Я знаю, кто это. Я знаю, кто это. Я знаю, кто это. Это человек, и что он саме мав на увазе, это стало наступного дня, после того, как на вас погрожил пан Ковалев. То есть, мы с Сеодом зафильмировали переписку снова Ковалева, он снова нецензурно висловлено относительно журналистов, там какая-то была оружие, я не знаю... Это вы сфотографировали Ковалева, да? Нет, это не я был. Фотография, меседжи за Ковалева, где он очень красиво висловился, что журналистов тут... Это наша агенция делала так. А вы представили? Алексей Липовицкий, «Голос народа». Шановні коллеги, у меня Евгена, я не знаю, кто такие сфотографии. Так, знаю. Добре, дякую. Писайтесь, будь нас. Алексей Липовицкий, «Голос народа». Алексей Липовицкий, «Голос народа». Что всего привода, нужно будет дать появление правоохранительного органа, что до той информации, которую нам сказали, потому что там тоже сейчас, где это сультичная посылка. Первым делом судили вопрос, как наказать блогера Всеволода, а не как наказать народного депутата, который посягает на свободу слова. Ничего другого от Нестора Шуфрича я не ждал. Конечно, неприятно, что это происходит в сговоре с партией «Слуга народа», на которую возлагали такие надежды украинцы. Ну и также я довожу до вашего ведома, что депутаты от партии «Слуга народа» уже начали следить за нашими журналистами нашего проекта. Вот мой коллега Алексей Липовецкий попадает в объектив фотоаппарата одного из народных депутатов, который передает эту фотографию с неизвестной целью, неизвестным людям. То есть в ближайшее время нас ждут непростые времена. Ну а мы будем держаться и не сдаваться николы, николы, николы.